Только вперед, ни шагу назад. 230 лет назад Суворов уничтожил турецкую армию на реке Рымник. 230 лет назад, 22 сентября 1789 года, русско-австрийские войска под началом Суворова на голову разгромили на реке Рымник превосходящие силы турецкой армии. Победа русских войск при Рымнике. Раскрашенная гравюра Х. Шуца. Конец. 18. В. Ситуация на Дунайском фронте. Весной 1789 года турки начали наступление тремя отрядами Карамегмета, Якубаги и Ибрагима. Русская дивизия под началом Дерфельдина разгромила противника в трех сражениях у Байрлат, Максимин и Галатса. Дивизия Дерфельдина трижды разгромила турецкую армию. Летом 1789 года турки снова попытались перейти в наступление и разгромить по отдельности слабый австрийский корпус принца Кабургского, а затем русских в Молдавии. Суворов успел прийти на помощь союзникам и 21 июля, 1 августа, разгромил турецкий корпус в сражении под Факшанами, в сражении под Факшанами. Турецкие войска отступили в крепости над Дуная. Александр Васильевич предлагал командованию использовать успех и перейти в наступление, пока турки не пришли в себя и снова не двинулись вперед. Однако к нему не прислушались. В августе 1789 года русская армия под командованием Потемкина осадила бендеры. Действовал русский главнокомандующий, как и во время осада Очакова в 1788 году, крайне пассивно. Выдвинувшийся со своей дивизии в Южную Бессарабию князь Николай Рыбнин разбил 7 сентября 1789 года турецкие войска у реки Сальчи. Заботясь о дальнейшем усилении своей армии, Потемкин стянул к себе под бендеры почти все русские войска, оставив в Молдавии только численно слабую дивизию Суворова. Турецкий главнокомандующий визир Юсуф Паша решил использовать благоприятный момент, отдаленное расположение войск принца Кабургского и Суворова, чтобы разгромить их по отдельности, а затем идти на выручку бендер. Разгром турецкой армии. Австрийцы сомневались, что необходимо атаковать противника. Слишком силы были неравны. Кроме того, противник занимал укрепленные позиции. Турецкие войска расположились между реками Рымна и Рымник. Первый османский лагерь располагался на берегу Рымны, у селения Тыргу-Кукули, за ним у селения Багза-2, у леса Крынгу-Милор и Рымника-3. Только в первом лагере османов было вдвое больше, чем русских. Австрийский командующий предложил действовать от обороны. Однако Суворов заявил, что тогда он атакует только со своими силами. Принц Кабургский сдался. Русский полководец решил сначала атаковать своими силами лагерю Тыргу-Кукули, пока австрийцы будут охранять фланг и тыл, затем соединить и ударить по визирю. Расчет был на внезапность и стремительность действий. Пока враг не опомнился или использовал малочисленность союзников, не расчленил их, обошел с флангов и тыла. Русский полководец не стал медлить и выступил. Скрытым ночным маршем союзники вышли из Факшан, форсировали реку Рымну и вышли к лагерю османской армии. Турецкое командование, уверенное в победе над слабым корпусом австрийцев, о прибытии русских они еще не знали, было застигнуто врасплох. Турки, несмотря на наличие многочисленной конницы, не смогли организовать эффективную разведку. Союзные войска выставили две линии пехоты, за ними располагалась конница. Русско-австрийская армия построилась углом, вершиной к противнику. Русские, ставшие полковыми карьи, составили правую сторону угла, австрийцы левой. Русская дивизия выполняла роль главной ударной силы, австрийский корпус должен был обеспечить фланг и тыл, пока Суворов громит врага. При движении между русскими и австрийскими войсками образовался промежуток свыше двух верст. Он был прикрыт только небольшим австрийским отрядом под началом генерала Карачае, 2000 человек. Бой начался в 8 часов 11, 22 сентября 1789 года. Русские войска вышли к первому турецкому лагерю. Турки открыли огонь. Тут на пути солдат оказался враг, через него вела только одна дорога. Большая часть войск вынуждена была ждать своей очереди. Первая линия остановилась. Суворов бросил через враг гренадер Фанагорийского полка. Они ударили в штыки. За ними пересек враг и Абширонский полк. Атака была стремительной, в турецком лагере началась паника. Русские захватили батарею. Стоявшая в районе леса каэта турецкая конница контратаковала. Ее поддержала и турецкая пехота. Османы пытались ударить во фланг переходившим овраг русским солдатам. Противник смял русских карабинеров и обрушился на Абширонцев. Они встретили врага оружейно-пушечным огнем и штыками. Около получаса османы пытались взломать карри. В это время карабинеры оправились и перешли в новую атаку. Кроме того, турки попали под огонь смоленского полка, который также форсировал овраг. Противник дрогнул-побежал. Первый лагерь был захвачен. Визир Юсуф Паша собрал всю свою многочисленную конницу, около 45 тысяч человек, и направил 7 тысяч отряд на левый фланг русских, воспользовавшись тем, что вторая русская линия еще не преодолела овраг. Также он направил 18 тысяч всадников между русскими и австрийскими войсками, на слабый отряд Карачае и 20 тысяч человек в обход левого фланга австрийцев. Несколько часов кипел бой. Турецкая конница волна за волной пыталась разбить и опрокинуть кари союзников. Полки Суворова стояли непоколебимо, выдержали и австрийцы. Особенно тяжелая ситуация была у Карачае, но при поддержке русских он устоял. Огромные массы турецкой конницы разбились о правильные порядки союзных войск и были отражены огнем. Вся конница османской армии была рассеяна. Визирь совершил ошибку, не бросил главные силы своей конницы против австрийцев или русских, а разъединил их. Суворов снова повел войска в наступление. Только вперед. Ни шагу назад. Иначе погибнем. Вперед. Русские атаковали турецкие позиции усиления Багза. Турецкая артиллерия вела огонь, но он был неэффективным и причинял мало вреда. Русские пушки стреляли метко, ломая сопротивление противника. Турецкая конница снова атаковала, но также и без успеха. Турецких сипахов всюду отбили. В итоге здесь сопротивление османов было сломлено. Гренадеры и мушкетеры ворвались в деревню. Турки бежали к Крангуми и Лорскому лесу, где располагался их главный лагерь. В трех часа дня союзники вышли к главному турецкому лагерю. Здесь они пошли в атаку одним фронтом. Визир имел еще до 40 тысяч свежего войска. Русско-австрийские войска дрались с утра, были утомлены, резервов не было. Османы построили укрепление у Крангуми и Лорского леса, которое занимали 15 тысяч. Отборного войска и нычар, с артиллерией. Конница прикрывала фланги. Нужно было чем-то удивить врага. Утром османы были поражены внезапным нападением русских, которых не ждали здесь увидеть. Суворов, увидев, что полевые укрепления построены небрежно, бросил в атаку всю союзную кавалерию в 6 тысяч сабель. Турки были ошеломлены такой совершенно удивительной атакой кавалерии на окопы. Первым прорвался через укрепление Стародубовский карабинерный полк. Началась кровавая рукопашная схватка. За конницей подоспела русская пехота, ударила в штыки. Янычары были перебиты, и в 4 часа дня победа была полной. Турецкая армия превратилась в бегущую массу. Множество воинов утонуло в бурных водах разлившегося рымника. Таким образом, русский полководец показал блестящий пример сложного маневрирования войск на сильно пересеченной местности. Союзники произвели скрытное сосредоточение, нанесли быстрый удар по значительно численно превосходящей армии и разгромили ее по частям. Упущенная возможность завершить войну. Турки потеряли только погибшими около 15-20 тысяч человек, несколько сотен пленными. Трофеями союзников стали 4 вражеских лагеря со всеми запасами османской армии, вся турецкая артиллерия, 85 орудий и 100 знамен. Общая потеря союзников составили 650 человек. За это сражение Александр Суворов получил титул графа Римникского и был награжден орденом С.В. Георгия I степени. Иосиф Австрийский присвоил полководцу титул Рихсграфа Римской империи. Памятник А.В. Суворову в Терраспале. Скульпторы братья Владимир и Валентина Артамоновы. Архитекторы Я.Г. Дружинин Ю.Г. Чистяков. Открыт в 1979 году. Архитекторы Я.Г. Дружинин Ю.Г. Чистяков.